Добрый день, уважаемые студенты! Четвертая лекция. Это лекция по грамматике. Морфология, синтезис и единицы. Итак. Что такое грамматика? Грамматика – это наука о строе языка. И при этом разделяет морфологию и синтезис. Морфология – это грамматика слова или наука о формах слова. А синтезис – это наука о связной речи. Причем не для всех языков нужно такое ограничение. Например, скажем, морфология нужна для русского языка, потому что у нас слова можно по гитарийскому отверстию, то есть составляющим слова. А, например, для китайского языка морфология, или для языков американских и индейцев, морфология смысл большого не имеет. Давайте попытаемся понять, что же такое грамматика, что такое грамматическое значение. На нем слово, любое слово. Например, ручка, ручки. Так вот, часть этого слова, основа, указывает на определенный предмет, то есть инсуент, по-моему, который мы пишем. А часть указывает на количество этих предметов. Ручка – одна, ручки – множество. На странице 1 опорной лекции искусства мудро. Внизу страницы можно увидеть характеристики лексического значения и грамматического. Прочитайте их внимательно. Что можно здесь подчеркнуть? Что есть различные способы представления грамматического значения. То есть оно может быть и в словах, и в словах-формах, то есть в формах одного слова, и в словосочетаниях и предложениях. Кроме того, грамматическое значение можно передавать при помощи грамматических марфе, то есть окончаний. Суффиксов, приставок, любых-любых аффиксов. Мы более подробно узнаем все типы марфейн. Кроме того, существуют еще необычные марфейны, которых мы должны поговорить попозже. Также грамматическое значение всегда сопутствует лексическому. То есть оно связано. Мы не говорим «а-и», например, словая ручка, вместо ручка ручки, мы не говорим «а-и» для передачи единственного или множественного значения. Они всегда идут вместе. И грамматическое значение всегда есть в абстрактных характерах. То есть оно может быть применено к любому предмету. То есть ручка, рука, нога. Всегда просто способ передачи единственного и множественного значения могут иметься как-то все, без указания на конкретный пример. Основным способом описания грамматики является через использование грамматических категорий. Живую категорию. Категории – это термин, который предложил еще Аристотель. Это группа предметов, которые обладают каким-то одним признаком. Фактически все слова единственного числа можно отнести в эту руку. Потому что не все передают значение единичности, равны как и все формы множественного числа передают значение множественности. Грамматические категории выражаются при помощи оппозиции. Что о них важно знать? Что у каждой грамматической категории есть определенное значение и способы передачи его значения. Например, мы уже сами говорили о категории числа. Стена – стены. Мы видим, что значения А и И передают значение либо единственного, либо множественного числа. Почнем английский язык. У вас в тексте, например, once, wanted, will, want. Отначение С в первом словоформе, отначение ИБ во второй указывает на определенное грамматическое время. Есть два способа передачи грамматического значения – синтетический и аналитический. Что это синтетический способ передачи грамматического значения? Это значит, что значения передаются при помощи элементов слова, которые слигнут с основным лексическим значением. То есть при помощи традиционных сегментных марфе. У вас здесь пример выделения марфе. Аналитический способ присутствует в сложных словах. Это означает, что грамматическое значение передается при помощи либо сочетания двух слов, либо при помощи, и чаще всего, при помощи использования свободных марфе. То есть слов, которые по внешнему виду похожи на обыкновенные слова, но они не передают какого-то определенного лексического значения. То есть не указывают на какие-то вещи, предметы, явления. Они передают грамматическое значение. Вот здесь есть примеры. Это знаю, или просто знать и буду знать. Буду не означает, что я буду в определенном месте. Это не будущая форма золота Гогулок быть, а буду знать. Означает, что мое знание будет функционировать в будущем. Также у вас есть здесь другие примеры аналитического способа передачи грамматического значения. Что еще важно? Что грамматические категории подразделяются на формообразовательные и классификационные. Здесь у вас перечислены какие категории относятся к какой форме. Что здесь можно? Означает, что формообразовательные категории как-то связаны с какими-то реально существующими явлениями действительности. Например, категории прадежа, предотношения между членами предложения, то есть отношения между реальными покрепками. Или категории числа. Например, категория склонения. Если обозначает, это относится к классификационной категории. Если оно обозначает какую-то классификацию, то нам оно непонятно. Это просто два разных способа изменения формы слова. Что еще важно? Например, на странице 3 мы видим, что разрешение как грамматическое значение функционирует в области языка и в области речи. Например, в области языка, опять же, присутствуют все значения вместе. Например, значение настоящего времени оно может передавать на настоящее и на это будущее. И здесь мы говорим о широком потенциале, форме настоящего времени. Также может передавать значение прошлого, так называемое драматическое настоящее. Иду в чина по улице, и вижу моего старого знакомого. То есть переносное значение прошлого. Тренец, так называемый панхроническое, то есть безвременное значение, или всевременное, это относится к тем утверждениям, которые констатируют факты, существующие без относительно того, когда они совершаются в будущем, в настоящем и в прошлом. Потому что эти факты, обычно какие-то физические законы, они действуют всегда. На чем здесь еще стоит остановиться? Тут довольно-таки полное пособие. И поэтому давайте сразу же перейдем к привилю Марфэна. Что в Марфэна? Марфэна – это минимальная двусторонняя единица языка. Самая маленькая единица языка, обладающая значением. Дальше уже Марфэна поделить нельзя. Традиционно, как вы знаете, выделяют такие типы Марфэна, как корень, приставка ступых скачений. Они у вас здесь перечислены. Что значит поделять? Исторически все Марфэны были сегментными. То есть, бралось вот слово и делилось, то есть, сегментировалось на части. И делилось до тех пор, пока уже, пока каждый из сегментов сохранялось значение. И дальше сегмент уже нельзя будет длить. Уже можно приобрести от звуки, чтобы уже поделилось полностью значение. Возьмите теперь какое-нибудь длинное слово. место заряженное. Мы видим, здесь корень есть, есть суффикс, есть окончание. И если мы начнем дальше защищение этого слова, то увидим, то дальше уже значение эти элементы потеряет смысл. Что важно здесь? Давайте обратимся на сцену, пятую, в конец, если я зову водирование Марфэм. Марфэмы, двусторонние низы ска, могут иметь водирование в плане содержания и в плане выражения, то есть содержательное и формальное мои тревоги. Здесь у нас есть пример содержательного варьирования. Два примера. Над строю и над ушу. Над строю, то есть построю чуть выше и над ушу чуть-чуть. То есть, без факта над, в одном случае имеет значение построить, здесь что-то выше, над строить, над барить, над ставить, а над ушу значение чуть-чуть. Так, и пример формального варьирования. Мы видим, что приставка над имеет такие формы, как надрежу, то есть над, надору, надо, потом над ушу это будет над, и так далее. И также здесь даны другие примеры варьирования. На ст. 6 даются типы сегментных морфем. Они разделяются на корни и в основном на аффиксы. То есть, корни это носители вещественного значения, то есть, корни обычно указывают на какой-то предмет. аффиксы обычно добавляют, модифицируют значения. Аффиксы сами по себе не имеют собственного лексического значения. Где выявляются деривационные, реализационные и формально-структурные аффиксы. Деривационные, то есть, это те, которые помогают образовывать новые значения. Тут у нас даны примеры с приставками. Вот здесь глагол ушел и приставки пришел, ушел, зашел. В каждом случае это будет новое слово. Примеры реализационных, то есть, грамматических. Здесь уже значение, уже при помощи реализационных аффиксов выражаются грамматические категории. Например, ручка, ручки, вот, причем могут выглядеть как различные способы образования или способ передачи биологического значения. И, наконец, формально-структурные. Например, в словах, состоящих из двух корней. Например, работодатель, кораблестроитель, гласное, аффикс, называется интерфикс, который стоит между двух корней, будет таким формально-структурным аффиксом, то есть, той частью слова, которая помогает соединить эти два слова. дальше. Что здесь можно еще посмотреть? Пожалуйста, посмотрите типы страницы, по характеру и значению страницы. С тем мы здесь не будем останавливаться. А вот тут у вас представлены страницы 7, типы аффиксов. так, у вас дают такие понятия, как сейчас увидим префикс, постфикс, который возникает на суффикс и дальше идет конфикс и интерфикс. Пожалуйста, поставите станики собственные примеры таких аффиксов. Префикс стоит то, что стоит перед корней, постфикс то, что стоит подплостые корни. Они два типа суффиксы, то есть аффикс, придающий лексическое значение или грамматические и в лекции только грамматические значения. Обычно слово изменительное. Наконец, интерфикс это как раз тот самый аффикс, придающий формально структурным аффиксом, структурным сутняющим два корня в одном сложном слове. Также у вас есть понятие «конфикс», это слова из немецкого языка «gemachte» или «geleisen», где форма слова «geleisen», то есть прочитанной, передается как при помощи приставки, так и при помощи суффикса. Слове «geleisen» это седьмая страница в конце страницы передают одно значение, поэтому их относится к одному страницу, то есть к аффиксу, у которого один элемент перед корнем, другой элемент после корня. Еще один интересный аффикс это инфикс это чередование гласной внутри орния. Обычно инфиксы непродуктивные, то есть у нас есть примерно слово «man» и «man», то есть непродуктивные, что новые слова обычно никакой способ изменения не имеют. интересны эти нулевая марферма. Тут вам дано очень хорошее определение, что это нулевая марферма. фактически нулевая марферма это значимое отсутствие грамматического элемента. То есть мы возьмем, если парадигму слова «стол», «стола», «столу» и так далее. Слово «стола» окончание «а» перед значением родительного падежа единственного числа. А вот «стол», что в данном случае передает значение именительного падежа единственного числа. Как раз именно отсутствие окончания. Таким образом это является нулевой марферой. Интересным тем является суперсегментная марферма или марферма операция. Тут у вас даны различные типы. Это черевание марферма, изменение, ударение, повтор и марферма повтор и редубликация. Примеры у вас есть даны. На них подробно мы не будем останавливаться, потому что в изучаемых языках, хотя нет, они все-таки есть. давайте остановимся на изменении ударения. Ну в частности import и import среди прочих отличий существительное импорт ударение на второе слово. Import то есть глагол ударение на второе слово. Таким образом смена ударения тоже выступает как морферма, то есть формальный способ передачи того, что в одном случае является существительным, в одном случае является глаголом. На сегодня все. Дальше мы продолжим опять же по этой части курса Moodle и мы будем с вами очистить от речи и синтексис.